здравствуйте сегодня последняя заключительная передача из цикла проба пива посвященная об немскому напитку дело в том что я купил 4 бутылки разных сортов огненского пива пивоварни каспар брал и нескольких выпусках дегустировал это пиво оценивая его с точки зрения своих субъективных подчеркиваю субъективных оценок что же получилось сегодня у нас вот такая замечательная бутылка каспар эта бутылочка по этикетке отличается от предыдущих сортов на ней место пивзаводика изображен монах немецкого стиля с кружкой и такой фартуки подчеркну скорее всего подозревается что-то типа монастырской пивоварни раньше при монастырях скорее всего пивовары монахи работали в такой одежде и так еще раз напоминаю что это пиво производится в лубнинске каужской области почитаем легенду каспер альбир альт это значит старый свое название альбир получила в качестве обозначения приверженности данных традиций пивоварения верховным брожением пока в 16 веке в баварии не был изобретен лагер альбир был единственным пивом в европе пиво характеризуется медными оттенками цвета легким солодовым вкусом и приятным хмелевым суховатым вкусом глоток альбир это глоток истории пива значит брожение у него плотность 14 процентов алкоголя 5 и 4 написан индекс ибо 25 единиц это хмель состав пиво состав пива солод пивоваренный ячменный хмель дрожжи пивоваренные то есть больше ничего значит сама пиво написано пиво темное ячменное нефильтрованное не пастеризованное не осветленное содержит естественный осадок ну естественно дрожжевой осадок то есть пиво без каких-то последующих обработок да маленькая фишечка все пробки которые открывал так как открывашками не было пришлось применить обычный вот такой ключик вот таким ключом я открыл все пробки в данных выпусках да поэтому вы могли заметить что открываю пробки она уже практически открыта итак попробуем налить пиво стакан как вы можете заметить пену образовалась довольно большая пена пузыри основные мелкие но сверху есть крупные пузырики пиво на просвет темная довольно темная темная я даже не вижу сквозь него то есть пиво действительно такое на вид совсем уж черная сейчас попробуем его на вкус ну что можно сказать пиво чувствуется что использован карамельный и жженый со солод скорее сюда же до жженка есть хмелевая горечь 25 единицу немножко можно сказать что она слабо присутствует но тоже имеется небольшой оттенок вот присутствует на мой взгляд водянистость водянистость некоторые все равно есть все это конечно на любителя данный напиток производится мало пивоварни и можно сказать еще одно замечание ко всем сортам пиво так как это пиво не поток партии могут различаться то есть могут быть удачной партии могут быть партии с вкусом попроще то есть раз на раз может не прийтись то есть это все таки несмотря на то что это как бы такая важная технология но все равно какой-то разброс полу вкусовым качеством может быть особенно это может служить из-за того что солод в отличие от настоящих крафтовых пивоварен здесь используется без указания марки и хмель тоже используется без указания марки то есть рецептура может меняться в зависимости от наличия в данный момент солода и хмеля то есть разные сорта солода и хмеля могут влиять на вкус фактически одному тоже напитка продаваем под одной и той же маркой под одной и той же этикеткой да я могу сказать что это твердая четверка до пятерки конечно ему немножко не достают аромата по вкусу он конечно не для любителей более жгучих сортов все-таки хмель здесь помягче и водянистость все равно присутствует как и во всех предыдущих сортах на мой взгляд есть некоторая ленис так что если будете в обнинске в принципе можете брать спокойно на пробу пиво разных сортов пивоварни каспер браво понравится но вам или нет это я не могу сказать это будет ваш выбор но чем хорошо местные сорта это тем что они специфические их можно фактически попробовать только раз и только в одном месте они не продаются других местах их можно купить только в определенном конкретном точке если вы туда попали то почему бы не попробовать на этом я завершаю цикл проба пива из омницка до новых встреч пока